Субтитры сделал DimaTorzok Последний у нас матч в прошлой серии. Мы проиграли кубок UEFA, кубок Европы. Из него вылетел за счетом 1-0. В конце нам 88-й минут забивает на нашем поле. И мы уже ничего не смогли сделать. За последние, грубо говоря, 6 матчей у нас было 4 поражения, а на ничья, а на победу. Вот такая у нас статистика. Очень ужасная статистика с конца сезона. А мы продолжаем дальше, пропускаем деньги. Два нападающих точно. И если не ошибаюсь, три-четыре-два. Два нападающих в центре. И этих лево-право-фланговые полузащитников должны ближе к ним. Да, я так понимаю? Как-то вот так вот. Если я не ошибаюсь. Просто сейчас я прямо... Так, это мы отказываемся, греков. Греки какие-то не очень. Где-то раз попались. Так, сдан в аренду. Замечательно. Полное выздоровление у нас у одного игрока. Это замечательно. И у нас день игры. Так, секундочку. Секунду, секунду, секунду. Я здесь еще до сих пор. Здесь. После этого матча я не знаю, что у нас будет. Там на 180 серии мне это написал. 4-4-2. Поднять фланговую середину между ЦПФ и Рэкс. А, типа, что? Это 3 напад... А, 4-4-4-2. Это получается, один будет более атакующий, нападающий, а другой будет более... или 2 нападающих. Простите, снова. Но тут ЦАП у нас так стоит, грубо говоря. Вот такой ты, типа, говоришь? Или вот такой вот? Или, типа, вот эта вот ЦАПа? Только еще выше должно быть. Или у нас даже под нападающим быть. Вот, типа, вот такой ситуации. Вот это вообще пиздец, а? Это уже ЦАП такая же ситуация. Ладно, окей, где тут 4-4-4-2. Вот они здесь. Вот удержание. Линию. И узкое. Это вообще 4-1-2-1-2. Это вообще просто... Фланговые должны бегать прям сумасшедшие прям. Вообще жестоко бегать у них придется. или вот, типа, вот такой фиге. Или вот я тоже, если не понял, ты... А, фланги в середину между ЦП и РФ. Это получается... Вот... Вот... Нет, это не так. Или так. Но это слишком жестоко, скажу честно. Блин. Узкое. И подсередины. Это фланги вообще тоже. И левый, и правый фланг просто тоже чистить. И вот это ты говоришь. Типа, вот такой схемы. Нет, чёп мне не нужен? Да вот так. А как тут двигать? Не-не-не, мне не так надо. А я уже не знаю здесь, как тут двигать, парни. Ну, это задача, понятное дело. Как их двигать-то? Я помню, чё тут может двигать. А, во! Точно. Всё. Вот так понимаю, вот так вот, да? Не-не, не так вот. А вот так вот, поднимать их. Чисто два нападающих у нас будет уже. Ладно, окей, если я так правильно понял тебя. Так. Вот так, да? Ну, быстрый розыгрыш у меня так, быстрый розыгрыш был. Вот так, вот так. Всё. Спасибо. Если что, конечно, подправишь меня. Фух. Чё-то жара держится. С ума просто идти. Так, теперь у нас дело то, что надо поменять игроков. Замена. Так, ты у нас сюда. Ты у нас сюда. Ты у нас вообще меняешься под нападающего, а это нападающий у нас запас один идёт. Ага. А у нас хоть нападающие есть, да, рвальные? Вот один травм имеет, и второй травм имеет. Да, у нас два нападающих травм имеют. Очень у нас фигово вот с кем-нибудь в данный момент. Пока я не могу тебе позволить так играть. Или тут сюда просто поставить тебя. Левый-правый фланг, пускай здесь будет. Так, давай тебя поставим сюда. Интузив поменяет тебя. Значит, у нас теряется то, что... Центральный полузащитник у нас теряется. Давай ещё лучше сделаем. Так, где его полузащитник? Правый у нас тоже вообще-то есть. Покручим он. Ладно. Чё-то всех я потерял. Так, ты пока у нас ничего не будешь делать. Так, ты вот от ЦАП у нас выхожешь на поле, в любом случае, вместо его. Пускай вот ты ЦАП у нас правый полузащитником. Вот, точнее, Центральный полузащитником. А, вот, он у нас травы имеет. Понятно всё. Ну ладно, давайте вот таким составом сыграем. Только правый тоже поверяем. И левый у нас тоже это тоже. Ну ладно, всё. Сохраним состав. Это больше получается... Схема, грубо говоря, 4-2-2-2. Ну тут даже глубоко ещё. Тут получается приблизительно 4-2-4. Это слишком дофига у нас нападающих будет. Прости за кашель. И до конца не вызовешь, что нос прям... Всё, что-то вообще нос забитый. Прям в хлам. Хороший удар. Здравствуйте. Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии. И надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричным. Сегодня в карте в Сити встречается с Арсеналом. Этот сезон болельщики и игроки точно могут записать в актив. Он для них складывается довольно успешно. Пусть и не всегда просто, но они явно намерены добиться места в Лиге чемпионов. И кто знает, может быть, уже сегодня им это удастся. Они зависимы, к сожалению, от чужого результата. Но иногда это не самый плохой вариант. Особенно, когда на кону попадание в Еврокубки. А впереди остались еще игры чемпионов. Перед нами состав хозяина. В расстановках, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Смотрим состав Арсенала. Ну что, марш у нас начинается. Первый пас в их. Первый раз играю за столько времени. И фига тут чувак у нас, блин. Я делал мячик. Это что-нибудь было. Говоря о сегодняшнем матче, стоит сказать, что в этой игре есть дополнительная интрига. Ведь команда борется за выход в Лигу чемпионов. Это кто? Хороший был удар. Замечательно. Мяч члены забирает спокойно. Мы даем пас вперед. И только такой, блядь, непонятной ситуация была. Опять нетошный пас. Давай, давай, беги, беги, беги. Ах, вратар успевает за это мячом. Вот так вот и мы забираем мяччик. Вообще-то тут хорошо издалека можно все ударить. Ну что, вратарь у них затаскивает этот удар. Сейчас будет у нас угловой. Даем навес. Бьем. И тут у нас даже удары не было. И мяч у нас отнимает. Супер просто. А вот это нарушение может быть. Не, нарушений нету. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы пункта. 33 лет, нифига себе. Да, 33 года. Уже много вашего возраста футбола. Может, это очень важное решение. И тут нужно все как следует обдумать. Может, одна играется, может, еще останется. Фиг узнает. Я бы, я думаю, еще один сезон точно у нас поиграет. Он у нас продаваться не будет. Я его оставлю. Резерв, конечно, уйдет. Да, блядь. Ну как тут можно такие пасы опять давать? Можно сделать хорошую передачу. Блядь, что-то жестко все становится как-то. В конце сезона прям как будто игроки шоу стали так сильно. Цап у нас вообще, блядь, теперь в обороне бегает. Блядь, и мы забиваем гол. Чауф у нас забивает гол с пасом Абамьянга. Я даже не думал, что залетит в ворота. Очень и очень грустно. Пропускают они с забитой регулярностью и продолжают это делать сегодня. Смотрим таблицу после забитого ими гола. И что там у нас? Да, даже забитый мяч ничем им не помогает пока что. Они по-прежнему не проходят в Лигу Чемпионов. Арсенал вышел вперед. Игра возобновляется. Андреас Самарис. Джо Роллс. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Драгился уйти в открытку от полиции. Вот и офсайт, господа. Так, ну а снова начинаем пасы. Мы в данном моменте побеждаем в этом матче. Но команда на самом деле не супер. Да, блядь, Чалов у нас проебывает, как всегда, мячи. Забил гол он, но это с помощью Абамиянга. Ну, блядь, Чалов он все-таки теряет. Не получилось. Хотел он сместить акцент атаки, но соперник перекладил мяч. Так, давай по флангу, по флангу. Атакуем. На вес, на вес здесь. Ну, тут закрыт был. Игрок полностью тут был на нем. Ну, точнее, на мяче уже, грубо говоря, у противника. Три игрока. У нас даже близко не было ни одного игрока. Ух, хороший пас и удар, поворот. И тут Чалов успевает за мяча. И второй удар правого вратаря. Снова мы забираем мячик. Блядь, ну это пиздец какой-то творится здесь. Ай, блин. Ну что, мяч они выбивают в аут. Это замечательно просто. Абдул-Рахман-Баба. Евгений заходит. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Мяч вперед идет к чужим воротам. Хороший пас, новый пас. Продолжаем мы с пасом. Хороший пас. И тут пошли гол. Чалов. А, офсайд был, офсайд. А, это не Чалов был. Это даже центральный цап, который в атаке бегает постоянно. Там у нас лучший попадер в лиге, не в лиге, можно грубо сказать, а лучший попадер вообще нашего клуба в данный момент. ЦАП, оказывается, такая у нас ситуация и бывает. Особенно в FIFA. И тут хорошо мы отбираем мяч. Продолжаем дальше. Хороший пас. И тут, блядь, не успевает наш игрок. Мы отбираемся заново. Мы, кажется, больше владеем мячом, чем противник. Хорошим пасом снова, а, пас? Ну, куда так, блядь, бить надо было таким, блядь? Долго держали мяч, долго держал мяч он. И тут перехват возможен. Нет, перехвата не будет. Очень жаль. А, в нас он, ну, точнее, хотели перекрыть. Игрока, чтобы пас не давал. А тут получилось так, что у меня воткнулся мяч. И Ваут убегает. Все, Сесо, первый этап за кадром со счетом 1-0. Мы побеждаем пока таким минимальным счетом. Да, вообще просто. Две попытки, один гол. Ну, что тут, что все про игру даже. Не все себе пару событий. И мы продолжаем свою игру. Переходим ко второму тайму, погнали дальше. Опа, и мы с мячом. Ай, куда-то там такие пасы давать. Снова пас. Еще один пас. Ну, куда? У-у-у, у них следующая игра, бля, против Тотахэма. Ай, блин, а вот это очень плохо. Пас не прошел. Мы, конечно, перехватили мяч себе. А мы следующую игру игра против Авертон. Сильный соперник. Тоже сильный соперник. Последняя передача не прошла. Да, микрофон работает. Надеюсь, опять я выключаю. Временами выключаю микрофон. Тот, сильный кашель. Сильный кашель. Не хочу его чисто записывать. Бывает маленький. Фиг с ним. Он тоже не красивый. А вот вообще сильный. Александр Арнольд. Вижу тебя, забег ты делаешь. Только афсайд. Не, афсайда нету. Все замечательно делаем в навес. Начал его. Но Чалов не побеждает в этом. Зато угловой. И нам полагают замену производить уже, да? Так, угловой, угловой. Бьем. А, мы проигрываем здесь очень плохо. Да, блин, не тому. Но мяч сейчас остается у нас. Но тут слишком дофига это. Пучкуются они прям сильно очень локусный ворот. И Чалов мог бы забить и дубль. Ну, пока там врата с мячом. Давайте посмотрим, кого можно заменить. Я даже не знаю, кого тут менять в данный момент. Строя ползочинка у нас вообще. Ну, те, которые я думал. Простите. Для отрубления. Ну, ладно. Что у нас думать дальше? Так, ну давайте попробуем... Тебе вместо него поставить? Грубо говоря. И от тебя оставим? А тебя повияем. Вот так вот сделаем. И туда, и туда, и туда. Нападающего нас надо уже где-то. Грубо говоря. Так. Мяч у них остается. Хорош, у них пас продолжается. И это угловой. И как раз замена призывается. Перезойдется. Ну, и мы отбиваем спокойно. Просто супер. Замена у нас привезли уже. И что это такое? От нас ушел, вот я так понимаю. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Лофтус Чик. Так, все замечательно. По флангу у нас продолжается. Этот игрок у нас очень старый. То же самое. Ну, точнее, давно уже Арсенале тут навес. Чуть поможет и получил Чалов. Что-то Чалов у нас более атакующий. Чабабемиянг. Точнее, больше его навеса производится. Так, у нас угловой. Гендузи у нас угловой подает. Нифига себе. И тут хороший был момент. Могли бы. Хороший пас. Ну, ёб твою вать. Че творится-то? Ну, давай-давай. Дави, дави его. Дави. Затавьё называется. Вообще просто. Продолжаем. Дальше у нас по флангу. Хорошо. Замечательно. Просто супер. Есть поддержка здесь. Аккуратов собирается, думаю, Абемиянг. И выносится мяч. Йоу, держал мяч. И тут у них контратака начинается. Сейчас мы увидим замену в команде. Не, не успевает игрок. Вот тут вратарь спокойно забирает его. И никто не успевает у них. А вот это ошибка вратаря. Который может привезти, дабы и гол. Ну, Ледов справляется с этим ударом. Но это большой косяк вратаря. С это ракурса не видно чистого. Попадает у нас или нет. С двор ворот. Это центральный защитник у нас. Какой-то на поле. Хорошо. Просто супер. И мы контратаку можем сейчас совершить. Совершили. Браво замечательно. Надо было навесом бить. И это у них замена. У нас мы все уже истощили. С половиной замены мы все истощили уже. Что-то все через Гиндузи у нас сегодня. Все пошло, блядь. Цап ушел. Все, конец. Хороший пас за Гиндузи. Хороший удар Чалова. Ну, прям в игрока. Трикошетил. Ну, тут вратарь уже своими руками. Захватывает. И мы снова продолжаем. У нас все пока нормально. Мы побежали в этом матче. Мы даем на Чалову мяч. Но Чалов был уже закрыт. И все, свисток. Побежали в этом матче с счетом 1-0, господа. А вот и новости из другого матча. И они очень плохие. Да, похоже, выбывают они из борьбы за Лигу чемпионов. Не понял, кому о чем он говорит это? Хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так. Напоминание. Ну, я думаю, что и тренер... Все попытки 4. Один гол забил всего лишь. На 22-й минуте он забил гол. Блин, ну тут на подачу станут. Это вы все прекрасно видели. Общее сведение. Ну, а что? 0-1 по головам. Удару 5-7. Удару 3-6. Владимир Чалов 46-54. Подсвет по мячам 6-4. Осады 1-1. Главой 2-3. Точный удар 65-85%. Точный пас от 70-86. Не, нормально. Так у нас игра. Шла пасом и все остальное. Челси проигрывает. А то только Хэмми еще не играл. И тут они про матча Сити. Типа говорят, об этом смотрят. Так, давайте посмотрим на таблицу. Да интересный мне просто таблицу. Что они тут там все дтердили? Это, а? Они избыли-то. Какой нафиг Лиги Чемпионов-то? Это не про них говорят. Они, может, говорят про Матча Сити. Что там типа Эвертон победил. Вообще-то в Матча Сити в Лиге Чемпионов войти есть возможность. Вот тут в Лиге Челси уже меньше шансов. Матча Сити вообще нет шансов. У Гора уже в этом сезоне попасть. А у них одна запасная игра. Они думают, может, еще. Ну, есть шанс. Вообще, ну, очень мизерный. В Матча Сити больше всех шансов. Попасть сюда. Поднимайся, блин, уже. Что-то несложно сидеть. А что себе? Ой, а в арсенале? С этим 89 очками. Да ты уже давно у нас играешь. Да, вьяву у нас все. Два берега еще. Прокачать чуть-чуть. Попробую. Так, где особо все хорошо в данный момент. Мы пропускаем деньки. Кубок Англии мы, конечно, играем. И к почте переходим. Так, пресс-конференция. Это обязательно. Я хочу мотивировать мою команду. В аренду с данным понятно. Делать только, когда Сверо откроется, его перейдет. И по составу. По составу они все свежаки у меня. Так, правый полузащитник. Вот он, травмы, я так и думал. Вместе с тебя сюда идешь. Так, и ЦАП тоже меняется. У нас уже будет этот. Да ты, все замечательно просто. Мы сейчас оставляем такой же состав, кроме центрального защитника. Пусть как у нас так будет. Все. Сокровенный момент. Ну, точнее, игроков. И переходим к матчу. Ну, конечно, матч я не буду записывать. Увидимся в конце лучших моментов матча. Ну, че, посмотрим на этот матч. Сейф на третьей минуте от Эвертона. У нас хорошее было такое нападение. ЦАП мог бы забить еще и свой. Гольчик. Ничего у него не получается. Брата справляется с этим ударом. Брата торопил. Гол на седьмой минуте. Мы пропускаем. Атаку у нас нетошный пас. И все. Ошибка. В защите. С пасом. Окей, дальше продолжаем. Гол на восьмнадцатой минуте у нас. Хорошая паса у него получает. Голечник. И Абамьяк у нас на 24-й минуте забивает гол. И у нас это становится 2-1. Что творится? Они забивают один за другим. Сейф на 76-й минуте. Это у нас Лена спасает Дашу ворота. Удар был сдалека. Просто замечательно. И желтая карточка баба у нас получает. Ну да, тут грубая игра была. Я думал, тут ничего не будет. Но он все-таки свистнул. Да. Такая же, как и осталась. Спойлер-то известен. И тут у нас ничего нет. Далее. Что у нас по общей сведениям? По общей сведениям у нас 2-1. По главному ударов 7-6. Ударов 4-2. Владимир Вячеслав 51-49. По общей сведениям 5-3. Учина 1-0. Желтых 1-0. Абсады 0-1. У главы 1-0. Тоже пассов 57-33. Тоже пассов 86-82. В данный момент такой у нас матч произошел. Далее, господа. Пока у нас победы пошли. Это замечательно. Верполь фулкэм побежает за счетом 4-0. Нифига себе. Ворот событий. 35 матчей сыграно. Замечательно. Нам дает этот. А, это в лиге, что мы играем. Замечательно. Ну что, переходим к тому, чтобы потренировать команду. А у нас особо никого нет тренировать. Больше у нас особо никого нету, кто хочет у нас подниматься наверх. Это вообще просто ей-ей тянется левый защитник. Надо право тоже покупать. Даже можно. Ну, посмотрим, как будет в следующем сезоне, как трансфер начнется у нас, как все будет. Окей. Давайте посмотрим на таблицу. Прешим уходить. У нас такая ситуация. Мы имеем второе место, но при этом отстаем на первом месте всего, что оно очко. Значит, они сыграли ничью в прошлом матче. Это замечательно. Эрта у нас 60. Молодцы, если юна тут поднялась на 55 очков, значит, у себя не поражение, что ее получили, получается. Походу, дело так. И мы боремся за первое место. У нас шансов на первое место есть дофига. И при этом у нас остается... Три игры. Это получается две серии, дай бог, да? Две серии, дай бог. Так, тут у нас, понятно, весь бромич. Эстер Сити. И Берни, получается. Ну, все, значит, три игры. В данный момент, в мае, последний месяц, у нас три игры, господа. И все, и у нас закончится сезон. Первый сезон за Арсенал, в котором мы играли. Второй сезон у нас Лиги Чемпионов. По-любому мы должны попадать в него. Я хочу просто, для интереса, посмотреть... Нет, кто у нас больше всех стоимости. 50 миллионов центральных полузащитников. 87. 50 миллионов. Ну, я думаю, за него больше дадут. С ним в следующий сезон придет контракт переписывать. У него год остается. И правый защитник у нас имеет 25 лет 75 миллионов фунтов. Правый полузащитник у нас имеет 73 миллиона фунтов. Ух, я все замучаюсь это записывать. С ума садешь. 39 миллионов 500 тысяч. Это упал уже. А у кого самая большая зарплата у нас? У него же. А соусом на 180, 180, 175, 150. Ну, нормально, более-менее. Ну, че. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии трик-прожжения. Все удачи вам и пока.